У Армении нет морального права жить мыслями о реванше. Я не отказываюсь от своих слов. Если они перейдут от этих заявлений к каким-либо практическим действиям, то немедленно будут уничтожены. Никто не сможет их защитить. И пусть они ни на кого не рассчитывают, заявил президент Азербайджана Эльхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению в рамках поездки в Нахчеванскую автономную республику. Глава государства отметил, что на протяжении многих лет они хвалились своей победоносной и сильной армией. У Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права жить мыслями о реванше. Это самоубийство для них. Хочу повторить, что мы пока только отслеживаем все заявления. В Армении как власть, так и оппозиция, да и все, кто занимаются политикой, озвучивали мысли о возвращении Шуши и Гадрута. Мы пока проявляем сдержанность, но я призываю их не играть с огнем. Они видели наш кулак, он на месте, никто не сможет перед нами устоять. Если мы вдруг увидим малейшую угрозу, они будут немедленно уничтожены. И они об этом знают. У нас для этого есть и силы, и воля, и храбрость, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Армянам не понравится заявление Лаврова в Баку. Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Баку на двухдневные переговоры. Вопросы, связанные с границами в регионе, решаемы. Несмотря на свою сложность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как вы подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями на земле. Там есть делимитации, демаркации границы. Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках, заявил Лавров. Армяне хотят, чтобы Россия была посредником в вопросе границ с Азербайджаном. Армяне хотят попросить Россию, чтобы она стала посредником по уточнению границы с Азербайджаном. «Если мы хотим провести делимитацию и демаркацию и ослабить напряженность на границе, то единственный выход – это проведение опосредованных работ», заявил на пресс-конференции общественной организации «Союз офицеров запаса СНБ» бывший командующий погранвойсками службы национальной безопасности Армении Армен Абрамян. Основную работу, связанную с делимитацией и демаркацией границ, должны проводить Министерство иностранных дел и Институт геодезии. Это очень тяжелая работа. Работа по демаркации границ с Грузией началась в 1996 году и до сих пор не завершилась. Когда объявляют, что в Сюникской области проводятся демаркационные работы, то это не профессиональный подход, сказал Абрамян. Однако, по его словам, эти работы можно осуществить, если какое-то государство выступит посредником. Например, Россия была посредником в прекращении войны. Можно обратиться к Российской Федерации и попросить, чтобы они стали посредником в вопросе уточнения границ. Других возможностей нет, сказал Армен Абрамян. Мнение российского политолога Сергея Маркова. Ереван на встрече с Сергеем Лавровым будет снова просить содействовать в том, чтобы Азербайджан передал армянской стороне военнопленных, которых в Баку идентифицируют как диверсантов и террористов. На самом же деле, компромисс по этим людям между Баку и Ереваном возможен. Он обязательно будет найден. Как мы видим, сегодня появилась информация о том, что Баку передал Армении троих военнослужащих, исходя из политики гуманизма и отсутствия доказательств их причастности к терактам на азербайджанской территории. Саму же Москву волнует, чтобы не было грубых нарушений трехстороннего заявления по Карабаху, чтобы договоренности не были сорваны. Это для нее главное. Она намерена, содействовать в поисках путей урегулирования самых острых вопросов. И кстати, по поводу разблокирования транспортных коммуникаций. В Москве самой важно решение данного вопроса. И есть здесь, на самом деле, стоило бы быть более требовательной и жесткой. Россия заинтересована в разблокировании коммуникаций через Зангизур, поскольку в этом случае Россия могла бы получать наземный выход в Турцию, а значит на Средиземное море. И если будут разблокированы коммуникации с Арменией, Россия будет полегче, потому что Армения будет меньше просить российской помощи, заявил Сергей Марков. Сменит ли Россия командующего миротворческим контингентом в Карабахе? Российский эксперт считает, что такая возможность существует. Однако, это не значит, что Рустама Мурадова обязательно отзовут. 13 мая истекает срок шестимесячного трудового договора, командующего российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, пишет газета «Жуховурт». Это означает, что в ближайшее время его место может занять другой российский военный. Дело в том, что согласно договору, российские власти могут сменить командира по прошествии шести месяцев. Однако, военный эксперт Владимир Евсеев в беседе с «Жуховурт» заявил, что в любом случае ротация не является обязательным требованием. В российской прессе муссировалась примечательная информация о его назначении. В частности, подчеркивается, что помимо Мурадова были и другие кандидаты, и, как говорят, его кандидатуру рассматривали через лупу. Генштаб представил Рустама Мурадова министру обороны, затем Шойгу предложил его кандидатуру президенту России Владимиру Путину. Однако, несмотря на это, не исключено, что его отзовут, пишет армянская газета. Армяне в шоке. Лавров сказал, что статуса у Карабаха не будет. В Армении продолжают обвинять во всех своих проблемах Россию. Армян призывают отказаться от политиков, которые не способны видеть дальше русского сапога перед носом. Обозреватель Наира Айрумян возмущается, что после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в Ереване, что статуса для Карабаха не предусмотрено, ни одна политическая партия в Армении, в том числе националисты, не сделали ни одного заявления. Никто не осудил, не сказал, что они думают иначе. Никто не сказал, что в Армении есть сила, способная изменить ситуацию. На фоне происходящих в мире динамичных трансформаций, политики в Армении не показывают признаков жизни, бросившись с головой в предвыборную грызню. Армении в этот сложный период нужно суметь не только выстоять, но и сформулировать свои законные интересы, политическую повестку. Субтитры создавал DimaTorzok